Престижный вуз МГИМО пришел в область. Как надеется руководство института, теперь Одинцова станет притягательным для абитуриентов и студентов. По мнению Ирины Плещевой, это хорошие перспективы для региона. Это очень важно, это событие для региона, я считаю, в первую очередь для родителей и детей, потому что мы привыкли, что как-то надо стремиться ехать куда-то в Москву, в Санкт-Петербург и так далее. Здесь у нас на территории одного из очень важных районов области находится такой вуз с таким брендом, и я думаю, что еще и с таким же содержанием, иначе бы он не стал таковым. Это большое событие, и я думаю, что если этот проект покажет свою эффективность большую, я думаю, что немного временно это нужно, может быть, еще другие какие-то вузы, очень престижные в нашей стране, пойдут тоже в муниципальное образование, где есть такие условия в Московской области. Начальник главного управления социальной коммуникации побывала на лекции студентов и предложила им одну непростую задачу, решение которой требует немало времени. При этом попросила не забывать главный принцип губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – житель всегда прав. Ирина Плещева считает, что для чиновника очень важно быть ближе к людям, постоянно развиваться и получать обратную связь. Мир не сводится только к социальным сетям, в приоритете должно быть живое общение. Затем министр подмосковного правительства зашла в гости к самым неравнодушным людям вуза – студенческому совету. В неформальной обстановке за чашкой чая познакомилась с ребятами, узнала, чем они живут, а также какие у них проблемы. Ребята рассказали, кто какую должность в совете занимает и поделились своими планами на будущее. Пользуясь случаем, Ирина Плещева предложила студентам принять участие в предстоящих социально значимых проектах, таких как конкурс граффити КВН «Гонка героев. Наша Подмосковья». Ребята оставили очень здоровские впечатления, потому что они все очень открытые, очень энергичные, явно понимают, что хотят от жизни. Они отзывчивые, они готовы во всем участвовать. Продолжила свой визит министр в Доме культуры сельского поселения Барвихинское. Молодые люди рассказали, как неравнодушно они относятся к имеющимся в родном поселке проблемам. Собравшиеся поделились переживаниями по поводу досуга подрастающего поколения. Отметили важное сохранение культурных ценностей и развитие поселка. В завершении встречи совместно были озвучены идеи по проведению различных мероприятий и намечены планы по их реализации. Поездка министр осталась довольна. Она уверена, что раз есть такой актив, то обязательно появится возможность разбудить всех тех, кто спит. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.